В эфире Вектор ТВ. Время новостей. В студии работает Юлия Рубцова. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Благодарности Новополоцкого городского исполнительного комитета за духовно-нравственное просвещение вручены на городской конференции, посвященной юбилею Полоцкой епархии. Последнее приготовление уже завтра на областном конкурсе за звание студент года поборется и представитель Полоцкого вуза. Сохраняя, приумножаем к 50-летию Полоцкого историко-археологического музея-заповедника, открылась выставка, посвященная этой знаковой дате. Сейчас об этом и не только расскажем более подробно. Городская конференция, посвященная 1025-летию Полоцкой епархии, состоялась в Новополоцке. В центре внимания тема духовно-нравственного воспитания и развития. Те, кто ежедневно вносит свой личный вклад в это дело, в ходе праздника отмечены благодарностями. Городская конференция, посвященная 1025-летию Полоцкой епархии, собрала несколько сотен представителей трудовых коллективов различных сфер деятельности. Объединяет их одно. Эти люди так или иначе наряду с выполнением своих профессиональных обязанностей несут особую миссию – просвещение населения в области духовенства. В этот день за личный вклад в духовно-нравственное воспитание и развитие горожан активисты отмечены благодарностями Новополоцкого горосполкома. По благословению архипископа Полоцкого и Глубокского Феодосия, центральная библиотека стала комплектоваться и при помощи Полоцкой епархии, центральная библиотека стала комплектоваться православной литературой. И вот за эти многие годы мы видим, что выросло уже поколение читателей, которые с любовью и уважением ценят православную книгу, приучают православной литературе и своих детей. В списке награжденных в большинстве своем – учителя, музыканты, медики. Люди, чья профессия непосредственно связана с воспитанием подрастающего поколения и общением с людьми. В этот день благодарности из рук главы города получили 12 новополочан. Этой работой охвачены все слои жителей города Полоцка. И каждый год хочется удовольствием отметить, что эта работа расширяется. Каждый год мы отмечаем жителей города Полоцка, членов трудовых коллективов, которые вносят весомый вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, в развитие жителей нашего города. Конечно, отрадно, что к этой работе приобщается все больше и больше людей и организаций. В ходе конференции свои мнения о необходимости и важности духовного просвещения граждан выражали представители городской администрации, священнослужители, ученые. Здесь было отмечено, что Полоцкая епархия – это первая епархия, которая образовалась на белорусской земле. С ней связаны имена деятелей, которые внесли большой вклад в духовное развитие страны. И сегодня важно не просто сохранить эти ценности, но и передать их будущим поколениям. Юлия Рубцова, Артем Тубаков, Вектор ТВ Одно из самых крупных музейных объединений – Полоцкий национальный историко-культурный музей-заповедник в этом году отмечает 50-летие. Сегодня музейное собрание составляет свыше 100 тысяч единиц хранения, а в структуру учреждения входит 11 музеев, которые ежегодно посещают более 240 тысяч человек. Продолжит тему наш корреспондент. Афиши разных лет, первые билеты на концерты в Софийском соборе, еще черно-белые фотографии. Юбилейная музейная экспозиция рассказывает о самых первых шагах национального полско-историко-археологического музея-заповедника. Все экспонаты – история, которую бережно хранят его сотрудники. Шесть специальных витрин рассказывают о разных страничках деятельности музея-заповедника. Это и научное. Мы говорим о своих научных конференциях, которые мы проводим, о том, какие мы издаем сборники. Мы показываем, с чего мы начинали. Это были узенькие, тоненькие книжечки, в которых были представлены только тезисы научных выступлений. Но сегодня это полноценные сборники, в которых мы отражаем уже и всю жизнь заповедника за год текущий. Такой сборник у нас сегодня называется «Полоцкий музейный что-годник». Датой рождения музея-заповедника считается 19 сентября 1967 года, когда вышло постановление Совета министров о состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории, искусства и архитектуры БССР. Тогда Полоцкий историк-археологический заповедник стал филиалом Краеведческого музея. А в 1985 году ему был придан статус самостоятельного музейного объединения. В 1985 году мы становимся самостоятельным юридическим лицом. Полоцкий Краеведческий музей становится филиалом. В этом году открывается ряд музеев, таких как еще присоединяется музей боевой славы, открывается музей-квартира Героя Советского Союза Зинаида Михайловна Дюсна-Лобова и Марченко, открывается музей белорусского книгопечатания. На сегодняшний день открыто 11 постоянных музейных экспозиций. В отдельной витрине экспозиции рассказывается об участии в международных акциях. Например, с 2009 года активно участвуют в акции «Ночь музеев». Большую часть таких мероприятий, проводимых для посетителей после захода солнца и почти до утра, отражают фотографии. Но есть и отдельные акции, проводимые перед ночью музеев. Такие, например, «Впиши себя в историю города Полоцка» – это такая своеобразная акция дарителей, когда на протяжении месяца перед ночью музеев все желающие могли принести в дар музею некие раритетные вещи, предметы. Ну а мы, принимая эти предметы, записывали наших дарителей в почетную книгу дарителей. И она сегодня тоже представлена в экспозиции нашего музея. Сегодня Национальный историк-археологический музей-заповедник – одно из самых крупных музейных объединений. На музейные форумы приезжают специалисты из Западной Европы, которые делятся опытом и тем самым помогают Полоцкому музею быть еще более интересным, современным и динамичным. Виктория Клеменценок, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. За победой уже завтра представитель Полоцкого госуниверситета Марк Сергеев поборется за звание лучшего студента Витебщины в областном этапе республиканского конкурса «Студент года». Сначала в группе поддержки, а потом и сам. О том, что такое «Студент года» Марк Сергеев знает не понаслышке. Последние два года студент факультета информационных технологий боролся за победу Полоцкого вуза в этом конкурсе вместе с Николаем Розумом и Дмитрием Куксом. Опыт, творческие задатки, хорошая успеваемость, да и просто удача. Все эти критерии помогли Марку стать одним из лучших в университетском отборе. 12 октября проходил вузовский этап республиканского проекта «Студент года», в котором у нас участвовало 8 студентов. Им предстояло, так скажем, состязаться в пяти конкурсах. Это портфолио, это заочный этап, скажем так, визитка у меня, самопрезентация, проект, то есть свою идею по улучшению либо университетской среды, либо в целом какая-то идея, инновация. Месяцы подготовки остались позади. Уже в пятницу Марк Сергеев попробует повторить успех прошлых лет и побороться за звание лучшего студента Витебщины. Портфолио, музыкальный номер, самопрезентация. О своей творческой программе Марк рассказывает с особым вдохновением. Я еду с визиткой. У меня довольно интересная, как можно увидеть, концепция. Будто бы я какой-нибудь андроид или репликант, которого разработал наш университет, ну, конкретно мой факультет. И будто бы меня специально готовили ровно к этому конкурсу на протяжении всего моего обучения. Тщательная подготовка, поддержка всего университета, талант и вера в победу. Все это Марк Сергеев возьмет с собой в Витебск, чтобы сделать еще один шаг к званию студент года. Ольга Баранова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ Борьба за трезвую жизнь. Общество анонимных алкоголиков Новополоцка работает уже 13 лет. По этому случаю в городском поселке Боровуха состоится масштабный форум. Форум пройдет 11 и 12 ноября на базе училища Олимпийского резерва. Начало мероприятия в 9 часов. Принять участие в нем могут не только страдающие от алкогольной зависимости, но также их близкие и родные, так называемые созависимые. У них будет возможность пообщаться и услышать истории тех, кто поборол тягу к спиртному и начал новую жизнь. Это гости не только со всей страны, но и ближнего зарубежья. Организаторы форума также отмечают, что все перешедшие смогут более подробно познакомиться с деятельностью общества анонимных алкоголиков и получить необходимую помощь. К слову, Новополоцкая группа анонимных алкоголиков проводит собрания по вторникам и пятницам в 18 часов, а также по воскресеньям в 15 часов по адресу Якуба Колоса, 52 в здании костела. Концерт лауреата и стипендиата специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, а также лауреата международных конкурсов Влады Шацкой прошел в музыкальном колледже Новополоцка. Такие встречи с мэтрами музыкального искусства для юных исполнителей – возможность стремиться к совершенству. На концерте побывала и наша съемочная группа. В прошлом году пианистка уже выступала в Новополоцке с концертом, играя сонаты Бетховена и Листа. В этом году представила новую программу и тем самым порадовала юных музыкантов. Эмоциональность и изысканность исполнения. В этот раз Влада Шацкая сыграла произведение Фредерика Шопена, а в завершении зрители услышали оркестровую интермедиу «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане». Такая музыка наполнила радостью и энергией, а тембр, динамика и особая мелодия помогли представить сам образ шмеля. Пианистка уверена, что для талантливого исполнения нужно слушать классику. Если ученик или слушатель будет слушать хорошее исполнение, то он это будет воспринимать на слух, и в дальнейшем в своей работе он будет стараться воспроизводить то, что он услышал. Влада Шацкая родилась в Минске в семье музыкантов. В ее творческой копилке много призов и наград, в том числе и за лучшее исполнение этюдов австрийского пианиста Карла Черни. Главным качеством в достижении успеха пианистка считает трудолюбие. Азы мастерства она сейчас преподает в музыкальном колледже при Белорусской государственной академии музыки в Минске. Виктория Клементьенок, Артем Табаков, Вектор ТВ Подробности событий городской жизни с комментариями их участников узнавайте также в свежем номере газеты «Новополоцк сегодня». В эту пятницу вашему вниманию следующие темы. Личные встречи с гражданами признаны самой эффективной формой решения проблем. С какими вопросами обратились новополочане к начальнику Главного управления юстиции Витебского облсполкома Сергею Конопелько и председателю горосполкома Дмитрию Демидову читайте в рубрике «Обращение граждан». Тематическая полоса ЖК «Ховеденья» расскажет о том, кто стал победителем ежегодного смотра конкурса по благоустройству среди домовых комитетов и кто, по мнению новополочан, должен заниматься благоустройством при домовой территории и поддерживать в чистоте и порядке подъезды. За три года существования ансамбль танца и песни про Дзвинские россыпы Центра культуры Новополоцка снискал заслуженное уважение и авторитет жителей и гостей нашего города. В октябре 2017 коллектив получил почетное звание «Образцовый коллектив Республики Беларусь». В чем секрет успеха ансамбля в материале «От сердца к сердцу». По прогнозам синоптиков, в пятницу 10 ноября в Новополоцке ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин